Я беспечный министрель, пою про страсть и нежность, ну а если я сфальшивлю, бей меня в промежность. Привет зритель! И сегодня мы закончим рассказ про что же был Assassin's Creed Revelation. И перед тем как начать, я хочу попросить каждого из посмотревших написать что-нибудь в комментарии. Вот прям со всем, что угодно. Это поможет в развитии канала. Спасибо. Ну а вы на канале Брэна. С вами Брэн. Приятного просмотра. Встречаемся с Сулейманом и рассказываем все, что узнали про оружие, про Тарика, про Мануила, Палеолога. Кстати, это потомок последнего императора Византии. Сулейман посылает нас добыть все, что будет полезно. И убить Тарика. Что ж, выдвигаемся. Ну а для начала нам стоило бы переодеться, чтобы подойти к Тарику незамеченным. И тут как раз находим одинокого Янычара. Под прикрытием заходим на охраняемую территорию. Но нашу маскировку почти сразу раскрывают, так как находят тело, которое мы небрежно оставили в стоге сена. Ну не беда. Под прикрытием других Янычар мы становимся невидимкой и проходим глубже в лагерь. Наносим смертельный удар Тарику, но тут раскрывается правда. На самом деле Тарик не предатель. Он хотел влиться в состав византийцев, чтобы донести удар изнутри. Это и есть расследование Сулеймана. Ты вел дела с врагами султана. Ты ждал иной награды за свое предательство. Я виноват. Но не в предательстве. У меня был свой план. Я хотел нанести византийцам удар, когда они не были бы готовы. У тебя есть доказательства. Смотри. Ты выйдешь на византийцев в Каппадокии. Перебей всех, если сможешь. Ммм, неприятно получилось. Пора бы уносить отсюда ноги. Тайно проникаем во дворец на аудиенцию с Сулейманом. Рассказываем ему о нашем и, кстати, его тоже факапе. Он, как и мы, тоже очень сожалеет о случившемся. Просим его оформить для нас корабль до Каппадокии, где и укрылись византийцы. Но тут приходит Ахмед и мешает нам толком договориться. Но делать нечего и мы ливаем со дворца. Пока корабль готовят к отплытию, снова навещаем Софию и обсуждаем с ней божественную комедию под авторством Данте Алигиери. София приглашает нас на свиданку и просит нас принести ей в подарок белые тюльпаны. Неужели в этой игре произойдет что-то чистое и светлое и даже романтичное? Бежим к торговцу цветами. Но нужных нам белых тюльпанов у него нема. Следуем за торговцем и находим место, где он срывает цветы. Без всякой пощады срываем цветочки с клумбы и бежим к Софии. И наконец наступает тот самый беззаветный романтик момент. От Софии мы получаем новые координаты книги, которая приведет нас к очередному ключу. На этот раз мы отправляемся на девичью башню, которая в данный момент истории используется как форт, но выглядит почему-то заброшенной. Под башней мы находим физическую головоломку, основанную на использовании текучести жидкостей. Но не бойтесь, не так все сложно. По факту нам просто надо бегать из точки А в точку Б и дергать рычаги. И подергав достаточно рычагов, мы получаем ключ. На ключе записана очередная глава жизни Альтаира. На этот раз ему уже 82 года. Он подходит к молодым Азазинам и мило общается с ними. И они узнают в нем изгнанного когда-то Альтаира. Аббас заслуживает жалости, а не насмешек. Он прожил жизнь сиротой и стыдился своей семьи. Он жаждет силы и власти, ибо не имеет их. Он наш наставник. Он не предал нас, как Аль-Муалим и Альтаир. Чушь. Альтаир не был предателем. Он был изгнан, бедняга. И они без промедления присягают нам. И готовы вместе с нами отправиться на встречу с Аббасом. И старость Альтаира ощущается невооруженным взглядом. Быстро мы ходить не можем. Да и на акробатику уповать тоже не стоит. А потому тихо и мирно идем все ближе к цели. Оставляя основные схватки молодняку. Встречаемся лицом к лицу с Аббасом. И убиваем его из спрятанного пистолета. Который в дальнейшем по чертежам Альтаира восстановит Леонардо да Винчи. Уже для Эцио. А ты потратил многие годы впялись в это яблоко и мечтаю о собственной славе. Это правда, Аббас. Яблоко поведало мне о многом. О жизни и смерти. О прошлом. И будущем. Я покажу тебе. Перед отправлением в Каппадокию мы встречаемся с Юсуфом. Он сообщает нам, что все морское сообщение в городе перекрыли из-за одного Эцио. В море протянули цепь, которая просто так не выпустит корабль. Юсуф дает нам бомбу с мощностью которой мы можем решить эту проблему. Мы же просим Юсуфа присмотреть за Софией, пока нас нет. Одна дама держит книжный магазин в старой лавке Пола. София. Пригляди за ней. Она славная женщина. Даю слово. Идем в порт и подрываем цепь. И тут начинается такое, что я кроме как словами полный пиздец и выразиться не могу. Сначала мы сносим маяк. После сжигаем греческим огнем весь флот, что отправили по нашу душу. И в завершении просто уходим, оставив позади лишь сгоревшие корабли. Дезмонда опять выкидывает из анимуса и Объект 16 заводит разговор о прошлом Дезмонда. Кстати, в прошлой части я так и не сказал. Его зовут Клей Качмарак. Ты о чем-нибудь жалеешь, Дезмонда? К примеру. Что сбежал? Что бросил своих родителей? Что нашел идиотскую работу и успокаивал себя? Вот как это? Пытаться прожить жизнь, избегая непростых решений? Да ладно. Да, ты ассасин. Но это был не твой выбор. К чему ты клонишь? Я хочу знать, жалеешь ли ты. Ну да. Мне жаль, что я был так резок с родителями. Надо было их слушать. И Люси. Может, все бы вышло иначе, если бы я... Я не знаю. Спасибо. За что? За искренность. По прибытии в Каппадокию мы не замечаем вообще ничего. Просто гора. А все потому, что город скрыт глубоко в пещерах этой горы. В этом городе и скрывается Мануил Палеолог со своей армией. В городе мы встречаем Диляру. Шпионку Тарика, которая должна помешать Мануилу воспользоваться оружием. Только ты. И все? Меня хватит. Где твои люди? Неделю назад их схватили византийцы. Я была одета рабыней и смогла ускользнуть. А остальные... Ты драться умеешь? Думаю, что да. Когда будешь уверен, отыщи меня. И только мы договариваемся с ней о встрече, как ее немедленно же хватают. Недавно поймали еще одного султанского шпиона. На этот раз женщину, переодетую дешевой шлюхой. Что, к нам уже отправляют девушек из гарема? У султана закончились опытные бойцы? И куда ты ее определил? В темницу. Но долго она там не протянет. Шахкулу позаботился об этом. Идем ее выручать и встречаем того мужика в маске. Его зовут Шахкулу. Он собирается провести увеселительные казни и приказывает солдатам привезти пленников на площадь. Ты бери женщину из тюрьмы и отведи ее в часовню. Шахкулу, у меня нет ключа. Тайди. Но вот ключ находится у другого солдата, который сейчас щелобасит на базаре. Забрав ключ, мы освобождаем Гиляру. Она срывается с цепей и тут же несется мстить Шахкулу. Великий Аллах. Что это? В плен они брали не всех. Бедняги. Спасибо, Салах. Это сделал проклятый туркмен. Шахкулу. Я убью его. Стой. На площади застаем его за своим любимым занятием. Избиением пленных. Поднимаемся повыше и пронзаем его скрытым клинком. Но. Ему этого мало. И даже второй удар клинком в шею не приносит эффекта. Тем, кто убивает ради забавы, нет пощады. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ха-ха-ха-хе. Ох. Но в конце концов мы убиваем его. И на этот раз окончательно. Этсоу решает взорвать город. И разобраться с Мануилом. Пробираемся в укрепленный форт прямо посреди города. И подрываем порох, который был внутри. В городе начинается паника. И Мануил решает подбодрить всех. Граждане. Солдаты. Соберитесь. Не поддавайте страху. Мы истинные хозяева Константинополя. Это наша с вами земля. Мы византийцы. Но сыт в штаны, только завидев Этсо. Бросаемся в погоню и в итоге загоняем Мануила в тупик. Тебе конец. Готовься к смерти. Думаешь со мной так легко справиться? После смерти Мануила мы забираем у него ключ Массиафа. И вдруг появляется Ахмед. Вот это неожиданно. Вот это никто не догадывался. Он хочет получить ключ. В обмен обещает не трогать Софию. Мне нужны ключи Массиафа. Ключи? Что, этот не последний? Вроде бы нет. Но стоит спросить того, кто знает лучше. София Сартан. Так ее зовут. Она не знает. Не тронь ее. Посмотри. Тронешь ее, я убью тебя. Ну попробуй. К тому времени, как мы выходим в город, он целиком объят дымом. И выбраться из него будет непросто. Ну а на свежем воздухе нас ждет корабль и дорога обратно в Константинополь. И очередная история Альтаира. В ней он передает кодекс ассасинов Николо и Мафео Поло. Альтаир хочет расширить влияние ассасинов по всей земле. По его мнению, жизнь в замке развращала братство. Альтаир провожает братьев к выходу из города. И на прощание он передает Николо ключи Массиафа, чтобы он спрятал их в Константинополе. И вот что, Николо. Возьми их с собой и храни, как зеницу ока. Лучше спрячь. Артефаты? Вроде того. Это ключи. В каждом из них сообщения. А для... Кого они? Если б я знал. А в городе же уже вовсю объявлен план перехват нашей жопы. По приказу инычаров, новые ограничения наложены на въезд и выезд из города. Знаете также, что награда в 10 тысяч акте будет пожалована любому, кто выдаст место, где скрывается ассасин. Это за аудиторе. Возвращаемся в лавку Софии и находим лишь трупы. А что самое грустное, мы находим Юсуфа с ножом в спине. Ты заслужил покой, брат мой. Рекуэскат, ин пача. И взяв под командование остатки братства, мы идем на штурм арсенала. В этот момент мы можем бесконечно вызывать град стрел. Что позволяет без труда убивать огромные толпы противников. Мы находим Ахмеда и договариваемся с ним о встрече. Принеси печати в башню Галата, когда решишься. Сделай это, и я отпущу Софию. Но весь разговор слышал Сулейман. Но несмотря на все, что он знает, он просит нас не убивать Ахмеда. На похоронах Юсуфа и других братьев мы толкаем вдохновляющую речь. Сейчас нам бы следовало почтить память павших. Но враги не дают нам такой возможности. Юсуф высоко отзывался о тебе, ассасин. И я не могу сомневаться в его словах. Тебе достанет силы и смелости вести этих людей за собой и хранить традиции нашего ордена, так как это делал Юсуф. Это будет честью. Бена, я рад. Наш враг уже близко. Займите позиции вокруг башни и ждите моей команды. И выдвигаемся на место для совершения обмена. Так, ключи. Девушку. Забирай. София! Отзови своих людей. Она твоя. После обмена мы забираемся на башню Галата, только для того, чтобы узнать, что это была обманка. А настоящая София в этот момент зависает на дереве. Ты ранена? Нет, нет, но удивлена. Я не хотел впутывать тебя в это. Прости. Ты не можешь отвечать за поступки других. Скоро все закончится. Но сперва я верну то, что они забрали. Я не понимаю, что происходит. Эцио! Кто эти люди? Бежим! Вместе с ней мы отправляемся в погоню за Ахметом. И в какой-то момент мы падаем с телеги. Но на помощь нам приходит парашют. И теперь мы должны оборонять Софию от солдат, пока она ведет повозку. В итоге мы нагоняем Ахмета и завязывается драка в воздухе. Мы одерживаем верх и забираем ключи обратно. Но тут приходит старший брат Ахмета, Селим, уже ставший султаном. Солдаты, Селим не ваш господин. Вы служите султану, вы подчиняетесь только ему. Где он? Где наш султан? Он перед тобой, брат. Отец сделал свой выбор. Селим! Нет! Прошу тебя! А Этсоу, прихватив все ключи, и Софию двигает в Мессиаф. По окончании нас снова выкидывает из Анимуса, и система собирается удалить Дезмонда. Но нас спасает Клей ценой своей жизни. Если его можно назвать живым. По крайней мере, он обрел свой цифровой покой. Тебя будут удалять. Что ты делаешь? Что есть человек, как не его воспоминания? Мы прожитые жизни. Рассказанные себе истории. Не надо. Я спасаю тебя, кретин! Беги! Беги! В Мессиафе нас ждут расспросы Софии про Орден. Также Этсо разжевывает Софии и нам, игрокам, кредо ассасинов. Ничто не истинно. Все дозволено. Это весьма цинично. Как доктрина, однозначно. Но кредо всего лишь отражение природы вещей. Тезис «Ничто не истинно» подразумевает, что основы, на которых держатся общество, зыбки. И мы сами должны строить свое будущее. Говоря «все дозволено», мы подразумеваем, что сами решаем, что нам делать. И несем ответственность за последствия. Какими бы они ни были. Наконец, мы подходим к двери, в которой надо установить ключи. Это первый и последний пазл в игре. На двери есть изображение созвездий. И нам просто надо установить ключи так, чтобы линии созвездия продолжали линии на ключе. Ну а созвездия, конечно же, Орла. Кого еще-то? Но внутри нас ждут не тайны Ордена, не великие знания, а иссохший скелет Альтаира. И еще один ключ, на котором запечатлены последние минуты его жизни. Позаботился о книгах? Да. Часть мы отправили с пола. Остальные я увезу в Александрию. Да. Хорошо. Отец, я не понимаю, зачем строить библиотеку, если ты не собирался хранить там... Тебе пора. К приходу монголов Масиаф должен быть пуст. Ясно. Это не библиотека. Это тайник. Его будут искать, Дарин. Охотники найдутся. Но пока его тайны должны оставаться тайной. Какая? Иди, сын. Заботься о семье. И живи в мире. Всем хорошим во мне. Я обязан тебе, отец. Альтеир прячет одно из яблок Эдема. Да, оно не единственное. Ну, и на этом моменте Альтеир умирает. А тем временем Эдсо смотрит на яблоко, но не забирает его. А оставляет его покоиться в Масиафе. И тут он обращается к Дезмонду. Дезмонд? Он говорит со мной? Я уже слышал твоё имя, Дезмонд. Это было давно. И теперь оно застряло в памяти, словно картинка из сна. Я не знаю, где ты сейчас, и как ты можешь слышать меня. Но знаю, что ты слушаешь. Я прожил жизнь как смог, не зная, какова цель. Но стремясь к ней, словно мотылек, летящий на огонь. И лишь сейчас я открыл эту странную правду. Я лишь гонец послания, смысл которого мне не ясен. Кто мы, имеющий дар, передавать друг другу наши истории. Говори через века. Может, ты найдёшь ответы на все мои вопросы. Может, именно благодаря тебе наши жертвы окажутся не напрасными. В свою очередь к Дезмонду уже обращается один из предтечей, Юпитер. Слышишь меня, Нишей? Видишь меня? Вот ты где! Славно! Нексус времени — странное место. Я так и не привык к расчётам. Этим всегда занималась Минерва. Я вижу, у тебя много вопросов. Кем мы были? Что с нами стало? Что нам от вас нужно? Ты получишь ответы. Слушай, и я тебе всё расскажу. И до конца, и после него мы пытались спасти мир. Мы соорудили хранилища и там работали. В каждом искали свой путь к спасению. Они находились под землёй, чтобы их не затронули воины. И на тот случай, если бы у нас ничего не вышло. Из каждого хранилища знания поступали в единый центр. Нашей работой, моей, Нервы, Юноны, было разбирать и анализировать данные. Мы выбирали наиболее перспективные решения. И взвешивали их преимущества. Мы испробовали шесть способов, один лучше другого. Но ничего не вышло. А потом мир погиб. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok